МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационно-развлекательная программа Калейдоскоп. И в ближайшие 15 минут мы расскажем вам о людях, событиях и фактах, которые привлекли наше внимание на минувшей неделе. На минувшей неделе в Рязанском художественном музее открылась новая выставка. На ней рязанцы смогут познакомиться с художественными работами и скульптурой, которые выполнили тульские художники. В преддверии весны эти живописные работы и великолепные образцы скульптуры порадуют не только профессионалов, но и всех тех, кто неравнодушен к охоте и красотам природы. За это отдельное спасибо стоит сказать тульским художникам, которые и являются авторами новой экспозиции, открывшейся в Рязанском художественном музее. Владимир Голубов рязанцам уже знаком. Дважды жители нашего города имели возможность познакомиться с его творчеством. В основном это работы в жанрах пейзажа и натюрморта, в которых автор остается приверженцем реалистической трактовки натуры. Его живопись отличается сложной разработкой тональных решений, тонкими переходами цветовых и световых границ. Одной из часто повторяющихся тем являются охотничьи мотивы. Картины Владимира Голубова прекрасно дополняет скульптура его земляка, Александра Черенкова, который свои работы в Рязани представляет впервые. Его знакомство с нашей землей изначально было связано с основной профессиональной деятельностью, а именно с работой в сфере природы пользования и разработки охотничьих хозяйств в Рязанской области. Когда возникла идея здесь провести выставку, то, конечно, я не смог себе отказать в удовольствии выставиться здесь, чтобы в Рязани меня знали не только как ученого-охотоведа, но и художника, автора скульптурных композиций, рельефов и объемных в 3D выполненных из дерева работ, связанных именно с охотничьей тематикой. А этому я тоже посвящаю большую часть своей жизни. А почему такая идея этой выставки родилась? Потому что и Володя, и я, мы не только друзья уже больше 30 лет, но мы и увлекаемся одним и тем же увлечением – охотой. То, что Александр видит в процессе своей работы, те ситуации, которые с ним случаются во время охоты, все это он старается изображать в скульптурах и объемных композициях. Чаще всего это животные, которых он не раз встречал на своем пути и которых в силу профессиональных качеств ему удавалось запомнить во всех деталях. Ну, а материалом для своих работ художник раз и навсегда выбрал дерево. Как биолог, я могу сказать, что любая экологическая система, она состоит из двух групп организмов. Это из животных, из растений. И те, и другие очень близки и неотъемлемо одни от другого, их невозможно разделить. И дерево – это тоже живой материал. Оно дышит, оно впитывает в себя влагу. Оно даже, вот срубленный материал дерева, оно все равно живое. И поэтому я считаю, что для того, чтобы реализовать вот эти замыслы художника, связанные с изображением животных… Напомним, что более 70 удивительных экспонатов рязанцы смогут увидеть на выставке «Природа и охота», которая будет работать в Рязанском художественном музее до 2 апреля. Ну а в библиотеке имени Сергея Есенина можно полюбоваться на фотоработы, автором которых является Надежда Водорезова. На сей раз она решила познакомить рязанцев с удивительной страной Армении, а также с северными районами нашей страны. Надежда Водорезова, фотограф-любитель, решила рассказать посетителям библиотеки имени Сергея Есенина о близком и далеком. Это уже не первая персональная выставка Надежды, но если в предыдущий раз фотоэкспозиция рассказывала нам о севере, где автор бывает практически каждый год, то в этом году Надежда решила расширить географию и включила фотографии, сделанные в далекой и теплой Армении в апреле 2016 года. Надежда признается, что у нее никогда не было загранпаспорта, но как только он появился, выбор почему-то пал именно на эту страну, о чем впоследствии она ни разу не пожалела. Я ни о чем не жалею. Это очень интересная страна, яркая, красивая, с очень гостеприимными, дружелюбными людьми. Это впечатлило прежде всего, даже прежде того, что природа там замечательная, памятники архитектурные, уникальные для этой страны. Ну такая солнечная получилась яркая поездка. Это было в апреле прошлого года. В основном мы жили в Ереване, ну и ездили по всем направлениям от него, куда только за благорассудниц. Приходили в турагентство и покупали любую понравившуюся путевку. На фотографиях, сделанных в Армении, можно увидеть и удивительные красоты старинной церкви, и людей, которые поразили Надежду Водорезову своим гостеприимством, и необыкновенные пейзажи. В том числе именно в этой стране фотографу удалось увидеть и запечатлеть маковое поле. Это вообще была мечта. Я когда туда ехала, очень хотела увидеть светущие маки. И первые несколько дней, конечно, всех спрашивала. Все, во-первых, путают, почему с тюльпанами там. Во-вторых, разводят плечами, говорят, что нет, наверное, уже отцвели, и вы их не увидите. И вдруг из окна автобуса я их вижу. Ну, естественно, автобус не остановился, мы ехали дальше. Пришлось на следующий день брать такси и срочно ехать туда. Ну, в итоге удалось все-таки побывать на маковом поле. Ну, а вторая часть выставки уже традиционно посвящена северу. Туда Надежда практически каждый год отправляется со своим отцом на рыбалку. В прошлом, в 2016-м, ей повезло. Клёва практически не было. Так что папа устроил ей экскурсию по тем местам, где она еще ни разу не бывала. Большим сюрпризом было посещение деревни Кимжа, Мизенский район. Очень интересная деревня тем, что она живая. Но, несмотря на то, что туда приезжаешь, окунаешься как будто в створенном. Я очень ждала встречи с Кимжей. К сожалению, там опять же было очень недолго. Всего будет около часа. Но, тем не менее, погулял по улочкам. Увидел местных жителей. Спокойный такой размерный год. Позже прочитала о том, что в Кимже снимали фильм Михаила Малросов. Она играла роль Хламогор. Ну, действительно, сохранившиеся старинные дома. Я рассчитывала, что я увижу там старинную церковь. Адигитрия, по-моему, 18 век. Но церковь была отреставрирована. И поэтому на фотографиях видно, что среди улиц и старых домов вдруг виднеется светлый, свежеотстроенный храм. Это произошла реставрация на самом деле. Хотя Надежда считает себя фотографом-любителем, каждый раз она задумывается о том, как сделать свои работы лучше и интереснее. А это уже явный признак профессионализма. Но самое главное, что выставка действительно притягивает зрителей. Ведь глядя на эти фотографии, кажется, ты можешь почувствовать и теплое дыхание далекой Армении, и свежий порыв северного ветра. В дальнейших планах у Надежды Выдорезовой посещение Грузии и Узбекистана. Так что вполне возможно, в будущем нам предстоит познакомиться и с этими странами, благодаря работам фотографа. Но и наверняка Надежда еще не раз расскажет нам массу интересного и удивительного о севере нашей страны. Глядя на тонкое кружево, мы редко задумываемся, что это не только необыкновенная красота, но и титанический труд. Конечно, если речь идет о кружеве ручной работы. К счастью, секреты кружевоплетения не канули в лету, и сегодня молодые кружевницы продолжают традиции своих прабабушек и бабушек. Говоря о кружевах, мы зачастую представляем старинный бабушкин сундук, уютный деревенский домик с симпатичными салфетками и скатертями. И почему-то не задумываемся о том, что кружево – это невероятно красиво и модно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня именно этим видом рукоделия занимаются молодые девушки. Тем более, что кружевоплетение может стать не просто хобби, а профессией. В нашем городе овладеть этим искусством можно в Рязанском филиале Высшей школы народных искусств. Именно в этом вузе, правда, в Санкт-Петербурге, и обучалась Дарья Христолюбова, преподающая сегодня на отделении художественного кружевоплетения. После окончания колледжа я решила, что я знаю, что маловато. И поехала обучаться кружевоплетению дальше. Получила высшее образование в Санкт-Петербурге. Таким образом я узнала, что, оказывается, среднее образование – это еще не предел. А можно стать не просто кружевницей, а еще и художником в этой области. И поменял свое представление о кружеве как о чем-то старинном, об архаике. Таким образом оно как бы вошло в мою жизнь. По словам Дарьи, в Рязанском филиале Высшей школы народных искусств активно поддерживают традиции рязанского, а именно Михайловского кружева. Первоначально Михайловское кружево численное, то есть плелось оно без сколка, то есть без схемы, по числу перевивов нитей. То есть не было никакой схемы, никакого рисунка. Кружевница сама придумала узор, и он появлялся буквально на пустом валике подушки. Теперь мы, конечно, используем сколки. Представление о кружеве поменялось за счет большого вклада Дианы Алексеевны Смирновой, который, в общем-то, то, каким мы кружево сейчас можем видеть в его современном виде, в его многоцветии, сложности, в общем, этим обязаны ей. Ну и мы, конечно, опираемся на опыт художников, в том числе контактируем, ну и поддерживаем дружбу с предприятием «Тружница», где в данный момент выплетается кружево, часто к ним ездим, смотрим, как они работают. Михайловское кружево – единственное цветное в мире, отличающееся богатством ярких красок. Преобладает в нем красный, но допускается добавление других цветов. Именно поэтому все изделия получаются такими яркими и радостными. Молодые кружевницы в своей работе ориентируются на старинные образцы, но всегда их дорабатывают, добавляют что-то свое, так что все сколки, по которым они плетут, авторские. Ну а изделия из кружева могут быть самыми разнообразными. Постоянно просматриваем модные коллекции и смотрим, какие изделия могли бы фасоны, например, платье, применить в кружеве, потому что в кружеве есть все равно определенная специфика, как правильно вписать орнамент, например. Большое количество складок тоже в кружеве не может быть, потому что оно достаточно каркасное. Ну и попросту говоря, за счет того, что кружево очень долго по исполнению, то есть кропотливая работа, это как бы нерационально использовать огромное количество складок, потому что орнамента будет просто не видно. А затрачено это, естественно, на это большое количество времени. Группы, в которых обучаются кружевоплетению, немногочисленны. Но эти девушки действительно получают удовольствие от процесса создания кружева. Во-первых, кружево очень расслабляет. Можно спокойно заниматься кружевом даже дома, если сидеть, смотреть какой-то фильм и заниматься любимым делом. Во-вторых, это большое развитие своей фантазии. Можно применить нитки абсолютно любого цвета. В то же время, поскольку мы рисунок придумали сами, мы можем взять любые цветы, любые колористические решения. Поэтому кружево развивает не только творческое мышление человека, но и помогает ему реализовать себя как художника. У каждой из студенток своя история. Кто-то всегда мечтал заниматься именно этим. А вот, например, Кристина думала, что свяжет свою профессию с вышивкой. Но вышло иначе. Я пришла сюда на день открытых дверей. И студентка вела мастер-класс. Вот. Ну, она предложила мне попробовать сесть за валик, сплести кружевом. Я согласилась с трясущимися руками, взяла как клюшки. Начала плести самый простой элемент. И как-то меня так заворожило. Вот. Я решила, все, это мое. Я поступаю именно сюда, именно на это отделение. Ну, получилось, сдали вступительные экзамены. И вот, теперь мы тут уже 4 года плетем кружево. Сейчас Кристина работает над своим дипломом. Выпускной работой девушке будет полностью кружевное пальто. Изначально были отрисованы сколки, потом эскиз один к одному, на котором прорабатывались все цвета. Ну, а на то, чтобы закончить начатое, у Кристины есть еще 4 месяца. Вдохновила на это у нас, наверное, фотография в интернете. Мы увидели, как дизайнер Ульяна Сергенко сфотографирована была в пальто. Вот. Оно было такого красочного, красного цвета, с огурцами тоже. Вот. И мы решили попробовать, почему бы и нет, в кружеве, в нашем, применить этот элемент. Вот. Мы переработали, как бы, орнамент под себя, чтобы нам было удобней. Вот. Цвет взяли традиционный. И теперь вот воплощаем это в жизнь. Конечно, все эти девушки мечтают о работе кружевниц после окончания вуза. Но сегодня в нашем городе не так много подобных рабочих мест. Однако вполне возможно, в скором времени все изменится. Президент нашего вуза как раз планирует, ну, уже потихонечку у нас развивается это направление, чтобы организовывать мастерские непосредственно при вузе. И впоследствии, чтобы студент на выходе мог себя реализовать именно в этой профессии. То есть на месте организовать какие-то артели определенные. А может быть, девчонки и сами создадут рабочие места для себя и будут радовать рязанцев тонким и изящным кружевом. На этом наша программа подходит к концу. К сожалению, в ближайшие две недели мы с вами не увидимся. Но по окончании этого короткого отпуска, я надеюсь, нас вновь захватит калейдоскоп удивительных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова